здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта и сегодня я как обещал запишу вебинар на тему пробой пробой у нас будет сегодня два вида пробой по тренду и пробой контр-тренд я делал опрос в телеграм-канале хотите ли вы получить обучающие вебинары или нет большинство проголосовало что да сегодня будет не просто теория сегодня будет показан показаны реальные примеры по данной стратегии до напоминаю данная стратегия пробой она частично взята со стратегии александра герчика он торгует пробои и она интегрирована частично в мою торговую стратегию модельный трей трейдинг то есть там уже мои нюансы входят и и так далее сегодня мы разберем теорию вкратце и разберем реальные примеры один пример это будет по тренду это я покажу теорию плюс сделку моего ученика по валютной паре фунт нзд а также разберем пробой контр тренд моих торговых рекомендаций которые я делал в среду в среду в обзоре для моих партнеров я записывал что bitcoin и эфир скорее всего нужно шортить на пробой уровней плюс в закрытом канале про сигналс я аналогично советовал шортить с эфиром мы работали там ситуация была как мне кажется более красивая хотя они практически одинаково были на это все разберем да то есть не постфактум какие-то вот на истории и так далее то есть реальные примера кто не смотрел мой обзор я в телеграм-канале и в фейсбуке давал ссылочку на обзор ну давайте начнем итак начнем с первого это модель на пробой по тренду обычно я люблю торговать модели на пробой где есть очень сильное накопление почему потому что с таких паттернов крупного накопления будет очень сильное движение да то есть рынок копит энергию это может быть разные допустим энергия в диапазоне двух недель в диапазоне там полтора-двух месяцев до мы понимаем что после такой энергии накопления рынок может уйти очень очень далеко на то есть условно можно взять 300 500 пунктов 1000 пунктов зависимости какой инструмент вы торгуете конечно есть более мелкие накопления там 5 дней неделя и так далее такие тоже можно торговать они неплохие есть на пробой условно когда одна дневка закрывается вот я я знаю герчик такое не любит давать я знаю его кураторы по по закрытым каналам любят такие штуки давать я такое не люблю то есть это 50 на 50 скажем там шансы что тебя вынесут очень большие и не факт что они очень далеко пойдут то есть первое это там есть крупные накопления как раз сегодня мы разберем вот по тренду вот этот пример сделка моего ученика фунт нзд там очень крупное накопление в принципе аналогичное что было и по биткоину по эфир и так в чем заключается суть у нас есть ну пример одинаковые то есть отличие только увидя накопления будет допустим с этого примера то есть у нас есть тренд на импульс импульс и то есть тренд потом идет какое-то коррекционное движение в этом импульсе и есть два вида накопление в импульсе это первый это вот вот примеру с этим это прямоугольник это простая техническая фигура прямоугольник где примерно вверх и низ они одинаковые да есть вторая фигура накопление по тренду в импульсе это треугольник то есть прямоугольник и треугольник все то есть это есть в техническом анализе то есть вот вот эти моменты но это то что нас учат классические книги по трейдингу но они не учат вот этих всех нюансов которые уже размещается внутри вот этого накопления то есть что нужно смотреть как закрывается бары как они подходят к уровню как они выносят да вот к примеру если есть поджатие то есть это с треугольником если есть условно ложные пробои по отношению к верхней границе в данном этапе это и условно был у нас остановка вот этого тренда первая точка остановить скорректировались подошли снова протестировали сделали ложно ушли ниже но не перебили предыдущий минимум то есть цена снова вернулась к верхней границе снова условно там ложный пробой может быть большой маленький снова идет снижение после ложного пробоя но она не истинная да то есть цена падает но условно не обновляет предыдущий минимум да и снова поджимается к уровню желательно чтобы вот как я люблю чтобы возле данного уровня было накопление да почему потому что когда один бар условно там ли свеча подходит к этому уровню то у нас может быть потом откат и так далее там куча отката может быть там условно 235 дней отката условно ну там идет на пробой потом снова вернулась идет на пробой какие-то такие мелкие мелкие ложные пробои на и вас выносит а когда уже возле данного уровня есть накопление вот как примере вот здесь показана да вот сегодняшний пример мы будем рассматривать сделку моего ученика там было накопление несколько дней да то есть ты понимаешь что по статистике шансы что тебя будут выносить они уменьшаются да а когда нету накопление вот этого мелкого то шансы что тебя будут выносить они увеличиваются и когда ты получаешь она неприятно когда ты получаешь там 2323 убытка а если еще до этого ты думал что пойдет на пробой потому что если большое накопление вот как было по по биткоину да я как среду делал в обзоре на пробой так и в четверг со своими ребятами публично в обзоре в среду делал да так еще и на биткоине делал рекомендации на пробой там несколько недель назад где-то примерно полторы или две там плюс минус не помню сейчас посмотрим на графике там тоже была ситуация на пробой но не пошло да и когда есть большое длин длительное накопление нужно быть очень аккуратным не лезть во все что попало потому что на большом накоплении могут несколько раз возить и и когда-то получаешь несколько стоп лоссов потом нужно перезаходить уже в пятый седьмой раз и тебя выносит ты возможно уже не перезайдешь или перезайдешь и только будешь отбивать вот эти стоп лоссы да вы скажете там условно а соотношение если 10 к одному то можно отбить и так далее да но скажем при очень коротких очень коротких стоп лоссов вас столько раз будет вывозить что ну это нужно чтобы все звезды сапали и нужно понимать что нужно делать так чтобы тебя было больше шансов на рынке на и находить в сделках такой перевес в свою сторону чтобы шансы увеличиваться а то здесь понятно то есть есть тренд есть накопление накопление из двух видов есть еще разных данном более конкретно это прямоугольник и треугольник это то что герчик говорит что не существует прямоугольника треугольника и так далее да частично с герчиком согласен то что есть нюансы которые он обучает которые я обучаю до в книжках такого нету то есть у меня есть частично от моем подходе модельный трейдинг есть частично материала с курса герчика да так как я и у него учился то есть плюс свои подходы которые я наработал уже более десяти лет на конкретно по стратегии модельный трейдинг в последние пять лет я разрабатывал данную стратегию поэтому вот эти нюансы до без этих нюансов торговать просто классические прямоугольники треугольники возможно но вероятность успешных сделок будет намного ниже вот это если кратко по теории давайте посмотрим сделочку конкретную это то что мне скинул мой ученик еще где-то на прошлой неделе в начале прошлой недели где-то в понедельник или вторник вот эта ситуация смотрите я сейчас покажу его сделку это только как она начиналась да потом как он закрыл он там конечно не все движение взял но покажу тот скрин который он не скинул в личку да то есть я со своими учениками когда проводим обучение то есть все ученики попадают закрытый канал про signals плюс все ученики имеют возможность со мной переписываться да то есть скидывают какие-то торговые идеи разбор сделок то есть я с ними отвечаю провожу иногда skype встречи для того чтобы разобрать вот эти все ситуации то есть вот у нас тренд мощное накопление у нас по практически накопление было весь июнь июль то есть двух двухмесячное накопление большое но взять если последнее то чуть месяц примерно да вот прям последнее накопление потому что сначала когда началось вот первое накопление можно сказать что она вот здесь отработалась мы берем последнее накопление месяц смотрите что здесь происходило у нас был уровень вот здесь два уровня отмечено плюс-минус чуть-чуть это в районе примерно 2.09 до плюс-минус там точно точно здесь то есть есть уровень вот здесь остановки тренда мы его протестировали ложно откатились и смотрите мы не перебили минимум потом снова добили до уровня отбой от уровня основа мы не перебили даже вот этот минимум практически ровно но все равно отмечается что есть небольшое поджатие снова подошли снова откат но смотрите то что я говорил когда мы одним днем подходим такое нельзя это первое работать на пробой когда прошел отр плюс у нас нет вот этого накопления которое я показывал вот это накопление перед уровнем потом еще раз еще раз еще раз и уже вот на прошлой неделе когда мы подошли к уровню был ложный пробой очередной на вот этот вот этот пример когда сложный пробой потом снова ложный пробой снова ложный пробой но цену поджимает вверх то есть смотрите у нас есть здесь два дня накопления потом потом третий день накопления снова ложный пробой и смотрите вот если бы чуть-чуть раньше входили без накопление перед уровнем то вот смотрите они на часовиках здесь разобрать возможно посмотреть когда там более точно но в детали я уже даваться не буду это уже с учениками мы разбираем и у нас получается здесь вас бы выносили вот этими хвостиками если бы вы заранее выходили поэтому желательно когда есть накопление тогда более красиво она не всегда бывает конечно но вот такие ситуации то есть вот просто простой пример ну давайте переходим к конкретно к этому графику и смотрите что с что с этого получилось видите какой рост хорошенький на такой у нас рост получился 209 на 215 это 600 пунктов то есть вот здесь если войти очень красивенько с небольшим стоп лоссом так как это пару валютная очень волатильная но здесь можно очень хорошо забрать а как вы спрашиваете как брать вот такие движения почему раньше не выходить если простой способ которым меня научил один трейдер очень известный трейдер в снг фамилию назвать не будет я думаю вы его все знаете он сейчас в дубае до находится и вы удерживаете сделку до того момента пока не появляется сигнал на продажу то есть вы купили удерживаете до того момента у нас большое накопление с этого накопления как минимум будет очень сильный выстрел да здесь есть кто-то вымеряет там на ширину вот этого канала кто-то там на предыдущий импульс просто есть простая методика удерживайте пока не появится сигнал на продажу и все вот это что касается британского фунта а давайте сейчас перейдем к модели на торговле контртренд это те примеры которые я которые я показывал в среду в среду в обзоре по рынку криптовалют bitcoin эфир я взял только два инструмента я говорил что bitcoin эфир скорее все будут падать на и пробивать вот эти ключевые уровни плюс в обзоре плюс в закрытом канале pro signals что там было характерно во первых сейчас мы перейдем графику но изначально нас теория у нас тренд по биткоину последние полгода у нас восходящий плюс у нас был недавно импульс достаточно такой мощный рост и потом происходило накопление я изначально это накопление покупал в некоторых точках но дальше я начал видеть такие вещи которые указывают на то что скорее всего это накопление коррекционно она не хочет идти наверх скорее всего она будет корректироваться пониже на конечно я таких движений не ожидал у меня был другой сценарий я думал там провалится ну там на 500 на 700 на 1000 долларов ну такие по две тысячи долларов bitcoin что провалился я такого не ждал ну скажем это рынок что здесь самое важное когда у вас есть накопление аналогично вроде бы есть тренд должны по тренду уйти но здесь два момента которые вы должны разобрать по полочкам структуру вот этого накопления если у нас вот у нас есть здесь волны снижения и волны роста если волны снижения более агрессивные нежели волны роста то скорее всего это накопление сигнализирует о продаже плюс если вы уже совсем конкретно не хотите разбираться хотя это самое главное просто можно как скажем смотреть на понижающийся максимум это тоже вам много о чем подскажет потому что не всегда бывают условно поджатия снизу или зажатия сверху допустим какой здесь да есть примеры прямоугольника вот такого аналогично контртренд когда прямоугольник это уже там третий условно там пятый сценарий который мы сегодня рассматривать не будем тоже и вроде бы нету поджатия как зажатия вот здесь до сверху когда зажимают кстати у меня идет отличие в герчика что вверх что вниз у него поджатие это неправильно мы еще раньше пять или семь лет разбирались ребятами что это неправильное высказывание поджатие это если наверх зажатие это если сверху потому что сверху всегда зажимают не поджима у меня это называется зажатие не всегда и зажатие есть когда прямоугольники но уже под конец там видно что уже зажимают вот как вот в данном примере и в таком случае здесь тоже может быть несколько ложных пробоев данного уровня может и не быть и потом может получиться хороший хороший слив инструмента ну давайте конкретно перейдем к графику биткоина эфиром так вот давайте начнем с эфира мне эфир очень нравился почему потому что у нас у нас здесь был очень-очень четкий уровень это уровень 1815 но если быть точным прям это 1816 и 5 я все время назвал 1815 там без разницы несколько долларов на такой волатильности это не с не сильно не сильно заметно то есть я брал по первой точке отката после вот этого импульса у нас здесь был уровень да мы его тестировали в начале августа несколько раз вот раз-два это как ложный пробой я не считаю вот нас был ложный пробой 7 августа я думал что этот ложный пробой у нас образовался и мы уйдем наверх поэтому у меня были потом тоже такие разногласия там и шортил и рассматривал и покупки но потом когда начали цену зажимать уже получается во вторник вот у меня ребята еще где-то с понедельника вечером где-то начали некоторые шортить у меня есть с эти вот сделка сделка есть у меня также вот я забыл показать у меня ученик шортил bitcoin он он шортил не на пробой он шортил по моей методике модельный трейдинг очень-очень красиво ну я не сохранил скажем не подготовил не буду показывать по телеграме то есть что здесь происходило смотрите был ложный пробой в 7 августа цена пошла наверх и потом ее снова слили получается вторник вы смотрите как цена закрылась все среда я уже утром записывал говорил что скорее всего мы будем пробивать вниз вот закрылись вниз среду и четверг тотальный слив ну такого я не ожидал конечно но бывает вот у нас получается уровень сложным пробоем цену конкретно зажимает вниз и bitcoin у нас ситуация практически почти аналогично здесь уровень чуть-чуть отличается почему я вот в закрытом канале про сигнал говорил что и bitcoin эфир шортит но эфир конкретно скидывал картиночку потому что уровень был более красивым но здесь победку аналогичная уровень был 28 800 там с копейками был ложный раз был ложные два после второго ложа вот здесь я шортил bitcoin я помню то есть два раза и шортила раз шортил вот здесь они дали очень маленькое движение второй раз шортил еще меньше дали движение и в третий раз у меня ученик шортанул вот здесь мы здесь покупали с коротким стоп-лоссом от ученик вот этот покупал то есть у меня было еще сценарий лонг потому что здесь был ложный на ну и другая там модель помимо ложного было мы покупали получили стоп-лосс короткий он там около 200 200 долларов стоп-лосс и потом он на следующий день перезашел шорт еще не на ур не пробой уровня а уже по моей методике модельный трейдинг конкретно и смотрите аналогично здесь просто просто очень очень красиво ушли по биткоину на снижение и то же самое смотрите то что я говорил вот если разобрать вот эту структуру движения у нас вниз более агрессивные медведи нежели быки смотрите вот здесь были быки 13 июля от купили здесь мы кстати покупали на следующий день скинули скинули купили поглотили купили поглотили понимаете то есть каждое каждое движение наверх она давала обратную потом через день-два сливали эту цену то есть это говорит о том что накопление структура это самое важное что нужно здесь по ним понимать принципе на этом все я коротко показал вам теорию пробоя по тренду контр тренд сделки показал ученика зря не подготовила сделку ученика а я кстати эту сделку публиковал в этом телеграм-канале и в фейсбуке сделка ученика он там конечно все движение не взял то есть это уже пасфакту можно говорить там и так далее но вот я кстати там публиковал посмотрите там по биткоину он закрыл сделочку в плюс на этом все если у вас будут какие-то вопросы возникать переходите на сайт кухта капитал там есть вся информация по персональному наставнику по обучению то есть мы занимаемся индивидуально стратегии модельный трейдинг туда входит как мои модели такие модели на пробой которые совмещены по герчику и и по моей методике да то есть у меня свой свой подход к пробоям то есть свои нюансы на этом все ознакомьтесь также есть на сайте информация по закрытому каналу pro signals всем удачи изучайте всем профит на профитной торговли до следующего обзора пока